Джейхун Байрамов принял находящегося с официальным визитом в Азербайджане главу МИД России Сергея Лаврова. В ходе совместной пресс-конференции были обсуждены двусторонние отношения, события в регионе и другие вопросы. Байрамов напомнил, что Армения изначально препятствовала подписанию мирного договора. Особо были отмечены попытки Армении квалифицировать данный договор как рамочный и увести процесс от сути переговоров. Армянская сторона отказалась даже участвовать в обсуждении мирного договора в России. Также на брифинге коснулись темы протестов на дороге Ханкенди-Лачен. Байрамов отметил, что первопричиной начала протестов стало нарушение Армении пунктов трехстороннего договора, а именно пунктов, касающихся гуманитарных вопросов. Армения же, в свою очередь, переложила всю ответственность за сложившуюся ситуацию на Азербайджан и Россию. При этом Армения создает искусственный ажиотаж вокруг протестов. Джейхун Байрамов также подчеркнул, что позиция Армении по поводу налаживания отношений с Азербайджаном стала более деструктивной после начала работы миссии ЕС. Лавров в ходе своего выступления отметил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках проекта «Север-Юг» и готова содействовать достижению мирного соглашения между Баку и Ереваном. Российский министр также заявил, что Евросоюз злоупотребляет отношениями с Ереваном и Баку, а миссию ЕС на границе с Азербайджаном назвал нелегитимной. Кроме того, Лавров заявил, что Армения пока не дала согласия на встречу в Москве, но настойчиво предлагать свои посреднические услуги Россия не намерена. Говоря о Лачинской дороге, Лавров заявил, что она должна быть использована исключительно в гуманитарных целях, но создание там КПП не предусмотрено. Глава МИД России также прокомментировал заявление Никола Пашиняна о том, что военное присутствие России в Армении представляет угрозу безопасности Армении. Лавров отметил, что заявления Пашиняна полностью остаются на совести армянского премьера.